всем привет это канал бизнес по-честному и здесь серьезно и в то же время с юмором без прикрас не религиозно о боге который служит бизнесменам блогерам и лидерам сегодня я хочу поговорить с вами на наш диалог до поговорить с вами на такую прекрасную тему которая называется иисус любит бизнесменов и вообще я однажды понял да сам его я являюсь предпринимателем блогером до служителя в церкви священником и многодетным отцом я понял что бог он хочет изливать свою любовь вот во всей сферах во всех сферах моей жизни вот но бог невероятно особенным образом любит предпринимателей то есть кто такие предприниматели это те кто что-то предпринимает те кто что-то делают может принципе сама библия говорит что вера без дел мертва и по факту люди которые что-то не предпринимают у них мертвая вера то есть они могут называться верующими они могут называться религиозными людьми они могут называться даже какими-то священниками иметь какую-то какой-то статус там до в тех или иных организациях там или церкви к примеру и при этом быть мертвыми да в кавычках говоря потому что их вера она мертвая поэтому бог он бог предпринимателей мы сегодня об этом поговорим я вам это объясню на супер примере человека которого бог выделил среди всех других людей своих учеников апостолов иисус христос когда он ходил по этой земле он почему-то по какой-то определенной причине выбрал одного парня которого звали симон сначала что означает шатки валки неустойчивые да и который потом стал петром я думаю вы понимаете уже ком я говорю это апостол петр всем известный легендарный до который многие знают да что у него есть ключи от ада и от рая что он во многих анекдотах притчах там и прочим он тот кто встречает людей когда мы приходим на небеса или выпускает либо не пускает он тот который отвечает за врата ада которую ты за церковь точнее да то есть за врата рая вот где он является тем перед кто там записывает книгу жизни и так далее это конечно все таки не канонические притчи они библейские не подтверждил и как но мы знаем что говорит библия апостоле петре говорит о том что ему апостолу петру до даны он горит а то что тебе не плоти не кровь открыли до отец мой сущий на небесах говорит иисус да когда он назвал его что за кого почитаете меня до спросил у иисус однажды учеников и апостол петр сделал первый шаг как бы дай сказал что ты иисус христос сын бога живу и потом она говорит носим камни я создам церковь мою то есть апостол петр как бы становится таким первым кирпичиком до метафорически говоря в строении той церкви в которой который сейчас называется христианской церкви и так но сегодня друзья я хочу одну историю одну историю как мы не бог открыл ее в свое время и многие кто меня знает да я уже больше там 7 лет виду блок в интернете который называется бизнес по-честному занимаюсь служением предпринимателей и часто я называю свою миссию так раздавать удочки и я еще ни разу ни в одной проповеди ни в одной лекции о боге да ни в одном видео насколько я не изменяет память я об этом вообще не рассказывал откуда у меня это откровение и сегодня я поделюсь с вами одной я считаю это уникальнейшая история это невероятная фантастическая история и священного писания мы будем читать сегодня с вами евангелие от матфея евангелие это переводится благая или радостная весть да эта книга нового завета то есть которая написана в библии все на дальнем переводе вот который читают христиане всех деноминаций конфессий которые сегодня считают себя приверженностями да там опять же синодальной библии да и канонических священных книг и так сегодня мы с вами прочитаем матфея 17 главу с 24 стиха здесь написано когда же пришли они в капернаум то подошли к петру собиратели дидрахм и сказали учитель ваш не даст ли дидрахмы и он говорит да и когда вошел в дом то иисус предупредив его сказал как тебе кажется симон цари земные с кого берут пошлины или подойти сынов ли своих или посторонних петр говорит ему с посторонних иисус сказал ему итак сыны свободны но и вы знаете я очень часто говорю что в любой какой-то истории да есть одно но и вот когда иисус говорит да но вот здесь нужно внимательно очень внимательно прислушаться и вглядеться в этот текст здесь мы прочитаем но чтобы нам не соблазнить их пойди на море брось уду и первую рыбу которая попадется возьми и открыв у ней рот найдешь статир возьми его и отдай им и за меня и за себя здесь нам нужно понять еще и контекст сегодняшняя вот моя история до которой хочу поделиться я хочу понять вместе с вами почему бог так сильно любит бизнесменов и предпринимателей и почему если ты являешься там предпринимателем со-замозанятым блогером лидером то есть человеком который предпринимает что-либо или бизнесменом деловым человеком да то почему бог он особенным образом смотрит на тебя благословляя тебя и хочет тебя благословить и поощрить как вам вообще такая история думаю вот с этим нам с вами надо разобраться и почему многие критикуют сегодня предприниматели бизнесменов блогеров тех людей которые делают что-либо почему они их критикуют называя их не библейскими людьми называя их не верующими людьми называя их исчадием ада злостными служителями мамоны или еще кем-либо почему какие-то люди говорят к примеру что иисус был бедным или какие-то люди говорят что бог он в принципе вообще против денег да и что всех зол корень являются деньги то есть вот мы вот с этим сегодня разберемся и мы увидим что на самом деле иисус христос любил петра и помните у них был такой эпизод до в конце одного из евангелий когда они сидят вместе и апостол петр и иисус христос апостол петр потом предаст его да но через какое-то время они будут сидеть вместе иисус будет спрашивать его любишь ли ты меня и петр будет отвечать люблю господи и потом еще раз спрашиваю тебя любишь ли ты меня и он будет греть люблю господи и третий раз у нас просит до чтобы как бы зафиксировать вот отречение от этого предательства но третье расспросит любишь ли меня он ответит люблю господи и он Он будет говорить, паси овец моих, паси ангцев моих и так далее. То есть Иисус Христос, он невероятно доверял апостолу Петру. И он доверил ему, в принципе, самое ценное, самое большое то, что он любит, это свою церковь. И почему же такие близкие отношения у этих двух персонажей библейских, у этих двух невероятных личностей, почему же такие у них отношения, и почему же в один определенный момент Иисус, он дает апостолу Петру возможность не просто стать предпринимателем, а он дает ему удочку. Как вам такая сегодняшняя проповедь? Вы скажете, да ну, Сергей, мы вообще этого никогда не видели. И теперь давайте зайдем в контекст. Что мы видим? Мы видим, что подходят собиратели Дидрахам. Кто это такие? Это люди, которые не налоги собирали, просто многие думают, что ну вот в этом месте, да, это люди, которые собирали налоги. Но они собирали не налоги на государство, они собирали налоги на церковь. То есть раньше в храме Иерусалимском было такое правило, что люди от 20 лет, насколько там не изменяет память, да, по историческому контексту, они мужеского пола мужчины, они платили. И в очередной раз, проверяя Иисуса Христа, вот эти вот религиозные люди, которые и сейчас присутствуют, которые говорят, там, о, бизнес это от Бога, бизнес это не от Бога, там, все что-то они рассуждают, дискучас, вот эти религиозные люди тоже есть, и они тогда подкрадываются к апостолу Петру, который тогда еще не был апостолом, а был просто учеником, да, вот. Они ему говорят, а ваш вот учитель, он даст Дидрахмы? И на самом деле, да, там не стоял вопрос денег даже, там стоял вопрос проверки в очередной раз, там, исцелять в субботу или не исцелять, они его проверили. То есть это были фарисеи, это были люди религиозные, но мертвые в своей религии, про которых мы говорили меньше. Это которые, которых в Писании говорится, гробы крашены, о которых в Писании говорится, что это люди, которые ничего не делают, а только сидят и болтают. То есть вот они сидят, расширяют свои одежды, расширяют свои вакцины, и целыми днями они просто говорят и говорят, говорят и говорят, а плода у них в жизни никакого нет. Они отсаживают комара, а верблюда поедают целиком, понимаете? Это люди, которые ищут повод всегда для того, чтобы кого-то критиковать, для того, чтобы уничтожить твое служение, для того, чтобы разрушить твою жизнь и так далее. То есть это люди, которые не имеют вообще живых отношений с Богом. И они приходят и хотят в очередной раз найти повод, найти улику для того, чтобы осудить Иисуса Христа. И дальше апостол Петр, он уже был прошаренный, такой, знаете, матерый. И он говорит, да, да. Но в то же время он приходит к Иисусу и начинает с ним советоваться. И у них начинается один очень интересный диалог. У них начинается такой диалог, что Иисус говорит, слушай, ну а мы чьи вообще с тобой дети? Вот чьи мы с тобой дети? Да, он говорит, ну, он говорит, мы как бы сыны Божьи. И вот здесь он спрашивает, Симон, цари земные, с кого берут пошлины или подойти? Сынов ли своих или с посторонних? То есть и Петр говорит ему, с посторонних. То есть смотрите, здесь есть одно интересное откровение, что когда ты являешься сыном Божьим или дочерью Божьей, ты не жертвуешь или не отдаешь что-то по принуждению. То есть потому что тебя заставили, потому что ты обязан, потому что ты обязан. То есть у тебя нет проблем помыть посуду дома, потому что это твой дом. Или у тебя нет проблем поделиться. Вот мы сидим, да, и у меня есть там трое детей, да, и мои дети, они делятся со мной. Не по принуждению, не потому что я им говорю, я вас заставляю, вы должны со мной делиться, десятую часть отдавайте мне, это я все купил, это я вам все дал. То есть они как бы воспитаны так, и они находятся в доме, и они делятся, то есть они преламывают это все, делают это добровольно, доброхотно. Вот доброхотно дающего любит Бог. Вот, но мое даже послание сегодня не об этом. Мое послание немного о другом. Смотрите, и он говорит дальше, да, и так сыны свободны. И слушайте, что очень важно. И дальше он говорит, но, чтобы не соблазнить их, и дальше начинается легендарная история. То есть дальше он говорит Петру, пойди на море. И смотрите, Бог знает, кто такой Петр. Вот Бог знает, что Петр, до того, как они встретились, до того, как он пришел, он был кем? Рыбаком? Ну так или нет? То есть Петр был рыбаком, его брат был рыбаком. Апостол Андрей, калавил пескарей. Да, их как бы все апостолы там были разными, но из них большое количество было рыбаками. И вот в один определенный день Бог призывает апостола Петра, и Иисус, он не будет отправлять тебя туда, где у тебя нет дара и таланта. Вот смотрите, зафиксируйте. Первое, о чем я сегодня хочу вам сказать, что когда будет стоять вопрос, начать тебе заниматься бизнесом, открыть тебе какое-то служение и так далее, Бог не будет отправлять тебя на каторгу. То есть Бог, Он тебя будет помещать, возможно, туда, где тебе будет трудно, тебя будет включить трудолюбие, но ты будешь иметь для этого дар и талант. И поэтому Бог, Он не насильник, Он не изверг, Он берет апостола Петра, которого любит так же, как тебя и меня. Бог любит предпринимателя и говорит ему, слушай, Петр, иди на море. То есть он ему не говорит, иди в лес, руби дрова, продашь, заработаешь денег, заплатишь. Он ему не говорит, иди, я не знаю, что там еще в то время было, добывай, копай землю. Он говорит, не иди поси верблюдов, или не иди поси овец, как Он говорил Аврааму. То есть Он говорит, иди на море. И первое, что Бог хочет сказать, вот Он говорит, иди туда, где тебе классно, где у тебя получается, занимайся этим. Не надо заниматься тем, что у тебя не получается. Это первое. Второе. И дальше Он говорит ему, смотри, брось уду. И вот этот момент, мы давайте с вами перелеснемся туда, да. То есть вы как себе представляете, да, что апостол Петр, он везде ходил с удочкой. Ну, то есть он же рыбак был. Нет, у него не было никакой удочки. Там в истории эта удочка не описывается. То есть он ему говорит, смотри, пойди туда, куда ты призван, пойди туда, куда у тебя получается, и я благословляю тебя и даю тебе удочку. И что такое удочка? То есть смотрите, очень часто люди обращаются и просят хлеб или просят рыбу. Ну, то есть вот у меня личка вся завалена. То там люди просят купить им айфон, то купить им телефон, да, там еще что-то. Я сейчас не говорю, что не надо заниматься благотворительностью. У нас у самих есть благотворительный проект Охотники за мечтами. Автономная некоммерческая организация обновления. Вот здесь в этом видео мы всегда прикладываем ссылку и говорим, что мы занимаемся помощью одиноким многодетным мамам, вот. Но даже в этом проекте, то есть мы стараемся не просто дать им хлеб. Вот сегодня мне один из служителей, да, вот этого проекта прислал фотографию. Целый контейнер, просто прицеп, который был прицеплен, отвезли всяких разных там колясок, вещей каких-то, еще чего-то. Но это не самое главное. Самое главное это то, что мы делаем. Мы даем возможность ребенку в этом проекте научиться чему-то. К примеру, он хочет играть на скрипке, чтобы он стал скрипачом. Или, к примеру, он хочет стать певцом. То есть мы помогаем как бы раскрыть талант. Другими словами, мы даем не рыбу, мы даем удочку. Потому что очень важно, многие люди, они совершают просто вот, знаете, ну писание говорит, раздаватель ли ты раздавай. Но лучше не просто хлеб раздавать, лучше раздавать людям возможность. Вот сидит человек на улице, да, и он побирается, к примеру, просит милости. Это не значит, что мы ему не должны не дать. Но это значит, что мы должны дать ему возможность удочку. И поэтому я для себя понял. Мне однажды Бог пришел в мою жизнь и сказал, ты будешь проповедовать, и многие спасутся. И я всегда, друзья, не знаю, как вы, да, у меня внутри всегда страсть и посвящение. Я хочу помочь большему количеству людей. И я понимаю, что если, к примеру, я возьму какого-то одного, второго, третьего, четвертого, пятого, вот мы делаем, нас там критикуют, что мы делаем обучение. То есть мы обучаем людей бизнесу. Ну, нам говорят, ну вы лучше бы их нам научили, там, я не знаю, Библию читать. Так это понятно. Ну, то есть их могут в церкви научить Библию читать, молиться могут научить в церкви и так далее. Но наша миссия, наше призвание – дать людям удочку, чтобы они могли как можно больше ловить рыбы или еще научить других удочки раздавать. И поэтому, что делает Христос? Он говорит, держи, Петр, Петя, Юра, Настя, Костя, он говорит, держи удочку. Он говорит, научись, научись зарабатывать, научись ловить рыбу. И тогда у тебя никогда не будет проблем с рыбой. Ты всегда в любой момент мобильно можешь взять удочку. В чем была суть Петра, да, он умел ловить рыбу. Иисус Христос ему говорит, бери удочку, иди лови. И дальше, да, мы понимаем, что, слушайте, интересно, то есть получается Бог, он говорит ему, иди работай, иди научись зарабатывать, иди открой бизнес, иди стань самозанятым, иди начни заниматься чем-то, вот, что может тебе приносить пищу. И дальше, что мы видим? Мы видим третье, что очень важное, что первое, смотрите, благословение, Бог отправляет тебя туда, куда ты призван, и где у тебя есть дар и талант. Второе, Бог дает тебе инструмент, нам с тобой, он дает инструмент, для того, чтобы мы не просто поели. Конечно, в истории, в Библии очень много, когда Бог краковременно кормил божьих людей. Или еду там, да, масло не уменьшалось, и мука вот в катке не истощалась. Вот, на каком-то промежутке. Но смотрите, в чем смысл удочки? Или в чем смысл того, что у вас появляется профессия, у вас появляется умение заниматься каким-то бизнесом, каким-то делом, каким-то служением, понимаете? Приобретаете вы какую-то компетенцию в своей жизни. У вас появляется ресурс, потому что удочка, или компетенция, или опыт, или возможность, это ресурс, которым вы можете обладать на протяжении всей жизни. И Бог говорит, я не хочу дать тебе просто деньги. Вопрос. Очень важный. Мог ли Иисус Христос, как Амая, как Апиан, да, вот, взять так, варва, варва, шсим салаби, махалай, махалай, и вот так вот дать ему деньги? И здесь бы вот, ну, не знаю, может быть, оператор потом сделает, вот кусок золота тут появится. Конечно, мог. Конечно, мог. Он всемогущий, он всесильный. Но почему-то Бог говорит, подожди, Петр, я тебя люблю. Я считаю тебя крутым, суперталантливым человеком. Я хочу на тебе построить церковь, созидать, сделать тебя священником. Вот, самым главным вообще на тот момент, да, ну, как бы первым среди равных, как говорят католики. Но, почему-то он хочет дать ему удочку. Подумай об этом просто. Вот, вот во время вот сегодняшнего, я не знаю, может для тебя это как бы новость какая-то, или еще это. Бог хочет благословить тебя, чтобы у тебя была профессия, чтобы у тебя был бизнес, чтобы у тебя была удочка. Бог, он хочет, чтобы ты научился ловить рыбу, а не просто просить рыбу. Это очень важно. И третье благословение. Он говорит, и первую рыбу, которая попадется, возьми, открыв у нее рот. Найдешь статир, возьми его и отдай им за меня и за себя. Смотрите. И следующее благословение. Теперь смотрите. Море. Море это рынок. Это огромное количество всего. То есть море денег, море благословений, море всего хорошего у Бога есть. Он ему говорит, я вас просто раскрываю сейчас, он говорит, не пойди на озеро, не пойди в лужу, он говорит, пойди в море. Вот я тебе даю море просто всего. Верь, иди туда. Дальше. Вот тебе удочка. И тут появляется еще и рыба. И теперь здесь очень важный момент. Смотрите, что значит рыба? Это значит то, что апостол Петр получает море благословений, он получает направление, он получает от Бога то, куда ему нужно идти, призвание. Он получает удочку, и он получает рыбу. То есть подождите, я что-то не понял. То есть ты говоришь сейчас нам, Сергей, о том, что еще и рыбу Бог дает. Конечно. То есть мало того, что у тебя что-то появится, у тебя всегда будет каждый трудящийся достоин награды. И теперь, просто на секундочку, давайте вот замрем и задумаемся. То есть получается, вообще, если вот знаете, как это, из точки А в точку Б, да, то есть если мы перематываем из точки Б, то есть пустол Петр пришел к Христу, чтобы попросить у него деньги, для того, чтобы заплатить. Что он получает? Он получает деньги, он получает рыбу, он получает удочку, и он получает море всего. Он получает направление видения, как бы, да, глобальное что-то. То есть, ух ты, оказывается, подождите, деньги здесь вообще на последнем месте? И получается, что он, и смотрите, и что очень важно понимать еще, друзья, это рыба, это не был пискарь. Потому что, статир, вот эти деньги, да, он тоже не дидрахмы, а больше дал, на самом деле. Потому что заплатить за себя, и за того дядю, да, за Петра, то есть за Христа заплатить, и за Петра заплатить. То есть, рыба была большая. Вот послушайте внимательно, рыба была большая. большая. Это не был пискарь, это не был карась. Я знаю, я вырос в семье рыбака, я знаю, что бывает, ты рыбачишь, там просто вот такие маленькие рыбки рождают. А бывает, ты закидываешь, и ты вытаскиваешь реального леща. Не того леща, знаете, когда, вот, но ты вытаскиваешь леща. То есть, ты вытаскиваешь бараку. Напомню, мы рыбачили на Сахалине, на пустой крючок, там просто таких огромных рыб вытаскиваешь, и ты понимаешь, что у маленькой рыбы, у карасика не могут лежать монеты во рту. То есть, это была нормальная рыбеха. Я не знаю, как бы, да, кто рыбак, кто-то больше, кто-то меньше показывает. То есть, смотрите, рыба была большая. То есть, и Бог дает тебе еще и рыбу. То есть, и когда все произошло, он рассчитался все, у него осталась удочка, и рыба тоже осталась. Они еще и поели. Вы знаете, они очень часто, кстати, в Библии ели рыбу. Рыба очень полезная. И четвертое, что очень важно, да, что, еще и Бог дает денег, чтобы за себя заплатить, и чтобы еще за Христа заплатить. Другими словами, у тебя появляется денег себе и пожертвовать. Ну, то есть, что-то значит за Христа заплатить, да, это значит пожертвовать, отдать на какие-то добрые дела, помочь нуждающимся в больнице, в тюрьмы, там, узникам, там, не знаю, сиротам, вдовам, многодетным, там, в проект Dream Hunters, к примеру, да, охотники за мечтами. То есть, куда-то пожертвовать еще. То есть, и здесь получается невероятная история, невероятная история. Я могу сказать, друзья, если ты получишь откровение о раздаче удочек, или вообще просто хотя бы об удочке, то есть, ты будешь всегда находиться в море благословения, если ты будешь в этом... это вот наша миссия. Вот миссия нашего служения, миссия нашего сообщества, бизнес по-честному, она вообще простая. На самом деле, она вообще простая. То есть, смотрите, что мы делаем. То есть, мы проповедуем Евангелие через раздачу удочек. То есть, что это за Евангелие такое, ты скажешь? Это самое, что ни на есть, правильно Евангелие, которое... Господь Иисусу Христу, Иисус Христос дал Петру. Отец дал Иисусу Христу, Иисус Христос дал Петру через Духа Святого. То есть, это обмундирование современными инструментами для ведения бизнеса. То есть, мы раздаем удочки. Мы не только говорим, мы даем возможность людям обучиться, начать зарабатывать. Кто-то больше, кто-то меньше и так далее. И дальше что? И мы строим вот это море, мы строим вот это сообщество. предпринимателей, блогеров, лидеров, служителей, людей, не фарисеев, заряженных на то, чтобы двигаться. То есть, другими словами, мы строим сообщество, где есть ценности, где есть заряженные люди, где вот мы сейчас открываем большое количество бизнес-клубов по городам, по несколько штук в месяц. Потому что есть запрос на это. Люди хотят быть в этом море. Благословение, понимаете? Люди хотят увидеть это море. И наша миссия, призвание показать это море, сказать тем, кто смотрит сейчас, послушай, у Бога для тебя есть море всего. Море всего, понимаешь? И третье, то есть, это миллион миллионеров, служащих Богу и людям, филантропов, жертвенных людей, которые зарабатывают, смотрите, себе и Богу. Богу и себе. Понимаете? Потому что тоже не Христос не говорит, смотрите, интересно. Если вы поймете это, то у вас просто может быть религия ваша разрушится. Или вот эти вот ваши взгляды как бы у многих людей, которые есть, да, ну, не у всех, кто сейчас смотрит, конечно, наверное, наши подписчики не все такие. Ну, судя по комментариям иногда, которые я читаю, я понимаю, что у нас есть разные подписчики. Мы любим всех, благословляем каждого, кто смотрит. Но смотрите, что очень важно. Важно понимать, что он ему не сказал заплати только за Бога. Потому что многие думают, что вот я сейчас буду заниматься бизнесом, я все буду отдавать Богу, все буду отдавать вот там Господу, который там у нас все хочет забирать, все хочет там делать и так далее. Бог, он вообще не такой, он говорит, да все нормально и заплати за себя. Купи себе что-то. Купи себе квартиру, машину, купи себе одежду классную, купи жене подарок, если у тебя жена есть там, мужу, понимаешь, детям. Он говорит, за себя тоже заплати, все нормально. Все нормально, друзья. Бизнесом заниматься и за себя платить, он говорит, за себя и за меня. То есть, поэтому есть такая крайность тоже, да, что люди думают, что Бог только хочет, чтобы ты начал заниматься бизнесом и все отдавать в церковь, все отдавать. Нет. Конечно, ну, нужно отдавать на добрые дела, поэтому он говорит, и за себя, и за меня. Вот такое сегодня, я думаю, от сердца замечательное послание, вот, которое давно есть в моем сердце и которым я сам лично живу. Я думаю, что о нем, наверное, надо даже больше говорить, поэтому у меня просьба, друзья, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий, если вам зашло, и поделитесь этим видео с друзьями, просто закиньте его в свой церковный чат, я не знаю, пошлите его другу, подруге, врагу, если у вас есть, недоброжелательную, потому что нужно благословлять врагов ваших, говорит Библия. И подпишитесь обязательно на канал, поделитесь контентом, вот, добавляйтесь в общество, мы открыты, да, если вы христианин, или только хотите им стать, либо вы ценностный человек, и вы на пути, да, и вы хотите заниматься бизнесом, или уже занимаетесь им, вы начинающий блогер, или супер, мега известный, популярный, то есть вы лидер, служитель, церковный деятель, общественный деятель, то есть мы открыты для вот такой категории людей, и если вы даже еще, может быть, не бизнесмен, да, только хотите начать, или хотите получить эту удочку, добро пожаловать, у нас есть огромное количество различных обучений, каналов, чатов, ссылки вы можете найти в описании под этим видео, а с вами был Сергей Коростелев, сообщество «Бизнес по честному», помните, что честным быть выгодно, да хранит вас Бог. Еще у нас есть классный, замечательный, мощный проект «Охотники за мечтами», да, это благотворительный проект, который мы делаем командой, это тоже наше служение, мы берем детей с многодетных семей, с одиноких, с особенностями развития, то есть это аутисты, инвалиды, или просто талантливые дети, и мы также им раздаем удочки, то есть мы им не просто финансово помогаем, мы им даем возможность развить свой дар и талант в долгую, к примеру, да, там научиться петь, научиться играть на скрипке, стать спортсменом, то есть мы помогаем в длительную, в долгую этой семье, этому ребенку, и через это мы им проповедуем Евангелие, как всегда, делами. Здесь будет информация об этом служении, вы также можете найти ссылку или сделать, благотворительность, и если это есть в вашем сердце, и вы хотите стать одним из этих миллионеров в будущем, или возможно уже вы сейчас, да, филантропов, то добро пожаловать. С вами был Сергей Коростелев и проект «Бизнес по-честному». Помните, что честным быть выгодно, и да благословит вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok